МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь обо всем подробнее. Вчера в Рязанском областном суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Советского районного суда Рязани в отношении Валерия Рюмина и Сергея Панина. По итогам вчерашнего заседания принято решение отложить рассмотрение на 23 июля для дополнительного изучения в связи с большим объемом уголовного дела. Вчера состоялось еще одно заседание, но только уже в Рязанском арбитражном суде. Там продолжилось рассмотрение дела дольщиков нового многоквартирного дома по улице Затинная, 28. Напомним, что люди хотят добиться от администрации города документ о сдаче их дома. Мы уже рассказывали об этой истории. В юридических коллизиях этого дела продолжила разбираться Оксана Тебенихина. Эта десятиэтажка находится по адресу улицы Затинная, 28. Сдача ее в эксплуатацию задерживается уже на 7 месяцев. Дело в том, что застройщик строительной компании «Вятич», не получив разрешительные документы, на строительство высотки все-таки ее возвел, надеясь, что по факту администрация уже не отвертится и выдаст всю разрешительную документацию. Оказалось, что именно в этом месте не разрешено ставить здание высотностью более пяти этажей. И вот уже с февраля продолжаются судебные тяжбы между администрацией города и застройщиком. 168 семей находятся в подвешенном состоянии, ожидая, когда же они смогут въехать в свои квартиры или хотя бы попасть в них. Сами видите, да, 10 этажей. Вот соседний дом большой, тоже 10-этажный. Вот аналогичный дом 10 этажей, построен вообще лет 20 назад. И сейчас этот дом находится между этих двух 10-этажных этажей. И совсем не вяжется логически, как эта зона может являться зоной малоэтажной застройки. 1 июля состоялось очередное судебное заседание. На нем присутствовал представитель Министерства культуры, который заявил, что на данном участке дом такой этажности строить нельзя. Судья попросил его обозначить четкие границы. В какой конкретно охраняемой зоне находится дом, на что инженер Минкульта никаких конкретных доводов привести не смог. Сказал, что это не в его компетенции. Следующее заседание перенесли на 15-е число, ввиду причины того, что представитель Министерства культуры не смог обозначить четкие границы именно того участка, на котором стоит наш дом. И, соответственно, требуется помощь квалифицированных специалистов в этом вопросе. Соответственно, судья попросил, чтобы в следующем заседании этот специалист был, и были четкие границы, чтобы она уже непосредственно смогла четко определиться, все же, где же находится наш дом. Дольщики неоднократно писали обращение к губернатору области с просьбой лично вмешаться в ситуацию и помочь в ней разобраться. Но в ответ лишь стандартные отписки. А пока им остается лишь ждать следующего судебного заседания и надеяться, что к 15 июля картина немного прояснится, и у застройщика появится хоть какая-то информация, которая поможет решить проблему в ближайшее время. И еще о делах городских. Микрорайон Дашково-Песочник, пожалуй, сейчас самый многочисленный и густонаселенный район Рязани. Однако местные жители довольно часто жалуются на нехватку мест отдыха, таких, например, как парки или скверы. А те места, которые вроде бы и созданы для вечерних прогулок, ну, либо дружеских посиделок, пребывают не в самом лучшем состоянии с точки зрения благоустройства. Наша съемочная группа побывала в Дашково-Песочни и посмотрела, в каком сейчас состоянии находятся известные зоны отдыха этого микрорайона. В ноябре прошлого года в нашем городе был торжественно открыт парк имени Александра Александрова. Александр Васильевич является композитором великих произведений на военную и патриотическую тематику. Среди его творений – любимые в народе песни «В поход, поход», «Несокрушимая и легендарная» и, конечно же, «Священная война». А также Александров стал автором музыки «Гимна страны». На открытии парка тогда в прошлом ноябре присутствовали высокие гости – губернатор Рязанской области Олег Ковалев и внук композитора Евгений Александров. Парк сразу же понравился жителям Дашково-Песочни. Здесь могут отдыхать пожилые люди, семьи с детьми и подрастающие поколения. Однако по прошествии времени мнение жителей по поводу состояния парка разделилось. Вас устраивает нынешнее состояние данного парка? Нынешнее. По сравнению с тем, что было, мне кажется, замечательно. Ну и можно что-то благоустроить, скажем так, улучшить качество. Конкретно прилегающую территорию на территории парка смотрим вон несостоявшееся озеро, газонное облагораживание, скажем так. Зона освещения вечерами мы здесь не бываем. Ну, в принципе, так, немного газончики довести до ума. И вот сильный дождь был. Очень много грунта смыло именно с боковых откосов. То есть боковые откосы, они достаточно сильно укреплены. Очень много грунта смыло на плитку, которая здесь есть. А так, в целом, задумка хорошая. Ну, он пока молодой, мало зелени. И лавочки все-все стоят на солнце. Вот единственная лавочка в тени, а тут в основном пожилые, немножечко печет головку. В общем, сейчас, спустя полгода, парк на улице Советской Армии постепенно приходит запустение. Спортивная площадка пострадала под воздействием местных вандалов. Еще зимой рязанские полицейские задержали двух молодых людей, которые забавой ради выломали баскетбольные кольца от щитов и поломали несколько лавочек. Тогда подмитцы их обязали восстановить поврежденное общественное имущество. Однако над баскетбольной площадкой, похоже, висит какой-то злой рог. Колец для игры по-прежнему нет. Как, кстати, не работают и некоторые уличные тренажеры. Не все гладко с точки зрения благоустройства. Огромные заросли дикорастущих кустарников и травы, но никак не украшают пейзаж сквера имени великого композитора Александрова. Также запущенный пруд. Он практически пересох, а оставшаяся в нем вода несимпатично мутного цвета. Примерно в таком же состоянии, как и сквер на Советской Армии, находится и знаменитый Песочинский дендропарк. Несколько лет назад о нем говорили, как о новом большом зеленом проекте в черте города, который мог бы улучшить экологическую обстановку микрорайона. Дендропарк начали обустраивать еще в 2012 году. По сравнению с картиной двухлетней давности, положительные подвижки есть. Но только лишь в этом году городские службы стали приводить его в порядок. Лишь сейчас появились асфальтовые дорожки и несколько лавочек. Обещанного прудика жители так и не увидели. Он попросту засыпан землей. Что ж, будем надеяться, что следить за благоустройством зеленых зон будут как жители микрорайона Дашковой Песочни, так и городские власти. Проблемы сейчас возникают и у членов гаражного кооператива «Луч», который располагается на территории Южного промузла. Там автовладельцы пытаются уговорить соседа-предпринимателя не перекрывать трубу ливневой канализации, которая проходит по его земле. Но договориться по-хорошему пока почему-то не получается. В итоге после каждого дождя гаражи кооператива «Луч» заполняются водой буквально до потолка. Так уж сложилось, что сосед соседу должен быть и другом, и братом, и товарищем. Но что делать, если ваш сосед решил вас выселить? Владельцы гаражей в кооперативе «Луч» знают об этой проблеме не понаслышке. Наша съемочная группа приехала сюда, чтобы выяснить, для чего же их сосед решил их затопить. Гаражный кооператив «Луч», между прочим, самый большой в городе, был построен в начале 90-х в микрорайоне Сысоево. Если ближе к делу, то во время дождя 807 гаражей уходят под воду. Рязанский бизнесмен, расположивший свое предприятие по соседству с кооперативом, встал у вентиля, единственной в гаражах ливневки, и время от времени перекрывает его. Человек купил за гаражным кооперативом землю, то есть был непосредственно овраг. Начал его постепенно засыпать. К нему неоднократно обращались, то есть члены кооператива с просьбой, чтобы засыпать, ну не засыпать, а проложить те трубы, к которым выходила бы эта вода. Ну в итоге пришло к тому, что все-таки засыпали полностью овраг, перекрыли водоотведение, и тем самым кооператив начал тонуть. Позиция его такая, я купил землю без обременения, здесь ничего нету, то есть меня ничего не волнует. По словам владельца в гараже, бизнесмена не устраивает руководство кооператива. Он предлагал отдать борозды правления своему человеку. Для чего это делается, остается лишь догадываться. Возможно, мужчина планирует расширять свое предприятие. Рычаги влияния он выбрал наиболее гуманные – топить гаражи. И так как ливневка строилась еще в советские времена, и никакого проекта и документов на нее нет, то тут, как говорится, сам Бог велел. Этот человек нам вставляет палки в колеса, перекрывает на своей территории, периодически там какое-то препятствие устанавливает, то есть что у нас не сходит вода, а тем самым она идет в подвал гаражей. Я обращался во все инстанции, звонил в прокуратуру, звонил в милицию, звонил в МЧС, звонил и все письма писал в администрации. Они присылают один ответ – договаривайтесь с ним досудебно, по-мирному договаривайтесь. По-мирному он разговаривать не хочет. Вот сейчас страшно, мы сейчас утопили, он нас сейчас утопил гаражи, вот как погреба нас утопил. А если пойдет дальше сильный дождь, он утопит нас гаражи полностью, понимаете? А в гаражах тут хранятся машины, личные вещи, кто вот эти убытки понесет. Использовать свои гаражи по назначению люди не имеют возможности. Оставлять там ценные вещи автомобиля нельзя ни в коем случае. Пойдет дождь и пиши пропало. Найти законную управу на своего сумасбродного соседа владельцы гаражей по понятным причинам тоже не могут. Вот и остается им лишь донести свою беду до общественности. Вдруг у бизнесмена совесть сыграет, попытка не пытка. Лето, как известно, парашкольных и студенческих каникул. Сейчас в отечественных учебных заведениях различных направлений, как в вузах, так и колледжах, обучается огромное число студентов. Кстати, по мнению некоторых специалистов, около половины юношей и девушек приезжают на учебу из других городов. То есть для них крайне остро становится вопрос проживания. Кто-то, конечно, старается найти себе подходящее жилье в отдельной квартире, ну а другие же молодые люди выбирают студенческие общежития. Как сейчас в межсезонье обстоят дела с проживанием в студенческих общежитиях, созданы ли там условия для учебы и отдыха, смотрите в следующем сюжете. Вопрос стоимости общежитий. Остров стал в позапрошлом году, когда начал действовать новый закон об образовании. Он отменил норму, согласно которой цена на студенческие общежития должна быть не более 5% от размера стипендии. В итоге плата тогда выросла во многих университетах страны. Мы побывали в студенческом общежитии Рязанского государственного университета. Нынешние жильцы утверждают, что та сумма, которую они платят, сильно их не обременяет. Это, конечно же, общение. Нас селят по факультетам и постоянно мы получаем помощь от старших курсов. Тут много людей с такими же интересами, как у меня. Я изучаю иностранный язык, а тут весь этаж у нас тоже изучает иностранный язык. Так что есть всегда о чем поговорить с этими людьми. Ольга живет здесь уже 4 года. Собирается поступать в магистратуру и менять общежитие на квартиру пока не собирается. Ее устраивает цена, расположение и постоянное общение. Ежемесячно, конечно, мы платим определенную плату, но как студент-бюджетник, я, признаться честно, финансово не замечаю этой суммы, которую ежемесячно отдаю по благу университета. Плата за общежитие меняется ежегодно, рассказывает исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета Алексей Зимин. Она корректируется, исходя из величины инфляции и стоимости платы за коммунальные услуги. С учетом того, что Федеральное министерство образования и науки применяет корректирующие коэффициенты для установления стоимости проживания в общежитиях, в этом году с 1 июля новое распоряжение, которое обозначает цены на новый учебный год, эти цены практически не корректируют. Бытовые условия общежития для студентов обычно мало отличаются от условий проживания в общежитиях других типов – общей кухней и санузел. Но в этой общаге отремонтированы комнаты, налажены средства пожарной безопасности, новая мебель, работающий лифт, созданы все условия для успешной учебы. Завтра рязанские дорожные полицейские будут отмечать свой профессиональный праздник. А сегодня на площади Театральной они устроили выставку фоторабот о деятельности инспекторов. Ежегодно 3 июля празднуется день создания в системе МВД России службы, обеспечивающей безопасность дорожного движения. В 2015 году исполнилось 79 лет со дня создания этой службы. В Рязани дорожные полицейские в честь праздника приглашают на уличный фотоотчет о своей деятельности. Фотоработы сотрудника пресс-службы, известного рязанского фотографа Ольги Кендиновой, представлены зрителям в необычной, но соответствующей поводу обстановке. О выставке и эмоциях в преддверии праздника с нами поделился начальник пресс-службы Рязанской дорожной полиции Владимир Кузин. Мы хотим показать гражданам, что наши сотрудники работают в любое время суток, в любой день недели, в любых погодных условиях. И эта выставка направлена на то, чтобы стать ближе к людям, объяснить нашу работу, чтобы они поняли, не было между нами такого недопонимания. А завтра инспекторы будут нести службу в праздничных белых рубашках. И каждый автолюбитель сможет поздравить их и все-таки поблагодарить за безопасность и порядок на нашей дороге. Сегодня в 6 часов 21 минут по московскому времени ученые-астрономы зафиксировали максимальную фазу Луны, а по-простому зафиксировали полнолуние. Сегодня за Луной наблюдали не только астрономы, но и астрологи. Кстати, последние считают, что в полнолунии люди становятся слишком эмоциональными и раздражительными. Но также есть мнение о том, что полнолуние – это повод некоторым людям сесть на диету. Сегодня мы спросили у горожан, как влияет полнолуние на их самочувствие. Очень влияет на давление особенно. Особенно еще как. Да, сразу повышается. По влиянию Луны на самочувствие, на эмоции? Ну, головная моль, предчувствия. Чувствуется немного. Нет. Все в порядке? Да. Что-нибудь знаете о полнолунии? Да не особо. Приметы какие-нибудь? В полнолунии нечисть гуляет. В оборотне полнолуния обычную. Ну, еще бессонница бывает в полнолунии, мне кажется. У меня, да. Когда луна светит в окно. Я человек православный, поэтому в приметы не верю. Ну, я знаю, что иногда головные боли могут быть. Но это уже от людей зависит, на кого влияет погода, на кого нет и такие состояния. Надо сказать, что следующее полнолуние произойдет в конце месяца 31 июля. Ну, и на этом наш сегодняшний выпуск новостей подошел к концу. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет начальник отдела работы с налогоплательщиками Рязанского управления налоговой службы Алла Кондакова. И речь в беседе пойдет о порядке начисления и выплаты имущественных налогов. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, с 1 июля 2015 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, поставляемую населению. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Телефон для справок 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова